Друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня мы прочитаем в первом послании к Олимпианам, 1 глава, 21 стих. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Речь шла о Коринфе. И, приедя туда, он проповедовал Слово Божие. В Коринфе было очень много разных людей. Были умные философы, были такси ученые, но было очень много разного народа с различных национальностей. И там были античные риторики, которые очень красиво могли говорить, хотя Павел сам был ученый и человек очень грамотный, хорошо мог говорить, но по сравнению с ними он говорил плохо. И поэтому он говорит юродцам, простотой проповеди можно только познать Христа, а не великим умом. Для меня это было очень важно. Когда я еще учился в школе, потом учился в институте, защитил дезитацию, я всегда хотел видеть, кто верит в Бога, есть ли умные умы, которые тоже верят в Бога. Я всегда их находил. Их очень много, которые ученые такси, вникали во все и потом говорили, что это мог только создать Бог. Например, Блес Паскал, известный, очень знаменитый физик, он сказал, я буду спорить с любым, что Бог существует. Но было в то время еще в моем детстве очень сильное событие. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года полетел в космос. И вот когда он вернулся, его спрашивают, видел ли он там Бога? Он говорит, не видел я Бога. Да и как он мог его видеть? Бог это же дух, как его можно увидеть? Но это использовали в патистической пропаганде для того, чтобы сказать, что Бога нет. И об этом говорили. Я помню в школе, когда об этом говорили, казалось бы, это такой сильный аргумент, что не увидеть Бога, а Бог дух. Он с нами, если двое или трое в его имя, он с нами. Мы его ощущаем, мы переживаем его. Но вот тогда было так сильно. Интересно, что американцы, они, видимо, по-другому опять-таки, это может быть и противовес тому, что говорили в Советском Союзе. Когда первый астронавт Амстрон левой ногой опустился на Луну, то он сказал, это маленький шаг маленького человека, но это великое достижение всего, так сказать, человечества. То есть науки, которая смогла вот такое сделать, необыкновенное, с Земли полететь на Луну, то есть и сам приземлиться. С ним был второй человек, который был тоже в экипаже, Эдвин Бац, и он, так сказать, опустившись, встав на землю 20 минут позже, чем Амстрон, он достал свой серебряный кубок, налил в него вино причастия, достал, так сказать, хлеб причастия, и он принял. Первое, что на Луне было принято вовнутрь, это был глоток вина и было, так сказать, вино причастия. Этим самым, что хотел сказать, что только кровь Иисуса Христа, только в те же из Христа мы спасаемся. Это был сильный символ. Был и другой человек, это восьмой уже астронавт Джеймс Ирвин, он после своего полета на Луну стал таким преданным проповедником. И еще, кого я хочу сейчас сказать, это был такой Чалстик, это был, ну, особенный человек, очень способный, сильный, его мечта была побывать на Луне, он десятым человеком побывал на Луне. Но когда он достиг Луны и всего, что он хотел, связывал с этим, он не получил счастья. Интересно, он вернулся, начал даже пить, и, в общем, было плохо. И тогда он стал искать дальше, искал Бога, нашел его в Иисусе Христе и стал сильным исповедателем Божьего Слова. Его семья восстановилась, которая была почти развалена, с детьми он смог создать хорошие условия. Бог дал ему цель и смысл жизни, а не те достижения, которые он мог достигать. Когда я покаялся в 13 лет, то мне было интересно, я помолился об этом с мамой, с близкими, и вот на второй-третий день я вдруг почувствовал себя самым большим грешником. У меня не было тем, Бог или есть ли он, или нет, я перед ним себя видел просто таким грешником. Меня сегодня спрашивают, как ты мог себя видеть таким большим грешником в 13 лет. Да, но я говорил неправду, я употреблял плохие слова, да, я что-то уже украл, и поэтому я видел себя таким огромным грешником, просил Бога, прости мне все. И вот я занимался, когда познавал Бога, и вот в этих своих первых шагах для меня важно было Бог святой, сильный, Бог, и Он меня любит. Он меня через Иисуса Христа к себе влечет, и я могу найти с Ним мир в Господе. Об этом думает человек, он не думает о каких-то особо возвышенных идеях, где-то он воспринимает Бога, он переживает Его и живет с Ним. И поэтому Павел говорит, что не великой мудростью можно спасти, а вот и родственном проповеди, простой проповеди о том, что Иисус Христос пришел на землю, Бог Отец спасал его, что Он умер за людей, что Он воскрес, и ты когда этой мысли касаешься, когда это сопереживаешь, ты видишь, как Он обновляет тебя, как Он дает тебе новую жизнь, все новое, ты совсем по-другому воспринимаешь мир. Я сейчас люблю еще, когда у меня клушка сидит на яйцах, вот она 21 день сидит, высматривает их, поворачивает, греет, и вот они вылупляются. Из этого маленького яйца выходит цыпленочек, у него клювик, у него перышки, у него ножки, он пищит, он клюет. Я все думаю, какое великое чудо, как мог Бог заложить, что в маленьком этом яйце все есть, чтобы появилось вот такое чудо. Бог великий, Его можно видеть в любом цветке, в любом чуде, который вот у нас вокруг нас, или в простых вещах, которые так замечательные. И Бог хочет спасти всех простотой своего слова, потому что в Его слове живет Бог. Покайтесь к Нему, ищите Его, Бог сильный, и Он вам поможет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok